В четверг депутаты Тверской городской думы внесли ряд важных изменений в муниципальный бюджет. Их результатом должно стать успешное финансирование строительства ряда образовательных объектов областного центра. Среди них и новая средняя школа в микрорайоне Радужной. Согласно представленному на рассмотрение депутатов проекту, в городскую казну поступило более 500 миллионов рублей в качестве межбюджетного трансферта. Эти средства предлагалось направить на ряд важных образовательных объектов. Среди них средняя школа в микрорайоне Радужной. Ее очень ждут жители всех окрестных новостроек. Планируется, что после ввода в эксплуатацию она разгрузит от второй смены сразу несколько близлежащих общеобразовательных учреждений. Конечно, это школы, которые нам нужны. Конечно, они нужны нам очень. Чем быстрее, тем лучше. Это необходимо срочно принять решение для того, чтобы деньги поступили и работы продолжались по строительству. Благодаря решению депутатов, более 499 миллионов рублей поступят не только на завершение строительства школы, но и двух детских садов в микрорайоне Южной и на Планерной улице. Последний объект также очень важен. Здесь тоже вокруг много новостроек, где значительную часть жителей составляют молодые семьи. Работы ведутся на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов. Поэтому большую роль играло оперативное рассмотрение вопроса депутатским корпусом. Конечно, это ускорит ввод в эксплуатацию, потому что не будет задержек со строительными и отделочными работами. И у каждого объекта свои сроки введения. Но я думаю, что эти деньги только ускорят введение всех этих перечисленных объектов в своевременную ввод в эксплуатацию. Кроме того, депутаты Тверской и Городской думы одобрили выделение более 3 миллионов рублей в качестве доли софинансирования на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив. В Твери это 7 проектов в сфере благоустройства и дорожного хозяйства. Еще около 40 миллионов пойдет на реконструкцию блока биологической очистки канализации города и на модернизацию нитки водовода. Также вносятся изменения в 8 муниципальных программ. Дополнительные 5 миллионов 700 тысяч рублей пойдут на формирование резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. В нынешней положении это вполне обоснованное решение. Редактор субтитров А.Семкин